Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы с вами начинаем пятую тему предмета международного маркетинга, который называется методы и практика организации маркетингового исследования на международном рынке. Так начали. План состоит из четырех вопросов. Первый – сущность и структура маркетинговых исследований в условиях модернизации и дальнейшего углубления экономических реформ в республике. Второй – разновидности маркетинговых исследований, процесс проведения маркетинговых исследований. Третье – международная кодификация рыночных исследований. И четвертый вопрос – практика проведения маркетинговых исследований зарубежного рынка. Итак, начали. Первый вопрос. Под маркетинговыми исследованиями подразумевается ли направленный процесс постановки задач, получена маркетинговая информация, планирование и организация ее сбора. Анализы и представление отчета о результатах направлены на решение маркетинговой проблемы. Сущность международных маркетинговых исследований включает систематический сбор, анализ и интерпретацию данных по вопросам, касающихся зарубежной продажи товаров или же услуг, а также организации их маркетинга. Исследование международного рынка опирается на следующие принципы. Какие же это принципы? Первое. Целенаправленность работа по исследованию рынка должна быть тесно увязана с целями и задачами предприятия, направлениями его же деятельности. Далее. Комплексный подход означает необходимость изучения всех основных элементов исследуемого рынка. Далее. Систематичность наблюдения и анализы рынка следует проводить регулярно и равномерно. Многообразие информационных источников. Исследование не одного, а многих источников информации. И научность означает объективность, обоснованность и точность исследований. Целенаправленность работ по исследованию рынка должна быть тесно увязана с целями и задачами предприятия, направлениями его же деятельности. Комплексный подход означает необходимость изучения всех основных элементов исследуемого рынка. Анализ данного товарного рынка в взаимосвязи с факторами воздействия на него. Систематичность наблюдения и анализ рынка следует проводить регулярно и равномерно. Задача маркетингов исследования предоставления точной, объективной информации, отражающей истинное состояние дел. Схема исследований в международном маркетинге. Давайте это мы с вами сейчас рассмотрим. Стратегия исследований в международном маркетинге. Это кабинетное исследование. Сюда мы включаем экономические факторы, политико-культурные факторы и коммерческие факторы. Маркетинговая информация и последние полевые исследования. Далее. При выборе зарубежного рынка используют два основных направления исследования. Включаем сюда кабинетное и полевое. Кабинетное исследование включает обработку уже существующей вторичной информации о состоянии зарубежного рынка. Вторичная информация может содержаться как во внешних, так и во внутренних источниках. Внутренние источники включают в себя собственную отчетность фирмы, отражающую показатели текущего сбыта, отчеты о прибылых и убытках, суммы издержек, объем материальных запасов, движение наличности, отчет о предыдущих маркетинговых исследованиях. К внешним источникам, содержащим вторичную информацию, относятся. Что же сюда мы включаем? Это издания государственных учреждений, статистические, общие федеральные и региональные обзоры, обзоры по зарубежным рынкам, периодические издания, специальные журналы по экономике, торговле, бизнесу, международному маркетингу и других. Полевое исследование включает в сбор и обработку данных специально для конкретного исследования по выбору зарубежного рынка. Первичную информацию она получает в результате собственного исследования зарубежного рынка и отличается новизной оригинальностью сведений о товарах и потребителях, так как данные собираются в соответствии с точными целями исследования. Исследователи изучают, что они изучают? Характеристики зарубежного рынка, осуществляют замеры его потенциальных возможностей, проводят анализ распределения доли рынка между фирмами, анализируют сбыт, изучают тенденции деловой активности, товары конкурентов, изучают, даже исследуют политику сцен, осуществляют краткосрочные и долгосрочные прогнозирования. Процесс проведения маркетинговых исследований. Маркетинговые исследования в международной жизни представляют комплекс действий, процесс, состоящий из шести этапов. Каждый этап имеет свою задачу, решение которой необходимо для проведения маркетинговых исследований. На первом этапе это определение проблемы. Маркетолог должен определить цель исследования, изучив соответствующую исходную информацию. Второй этап – разработка метода, включать формулировку теоретических рамок исследования, аналитических моделей, поисков вопросов. Третий этап – это формирование плана исследования, детализирует ход выполнения процедур, необходимых для получения нужной информации. На четвертом этапе это полевые работы, это сбор первичных данных. Сбор данных осуществляется персоналом по проведению полевых работ. Пятый этап – это подготовка и анализ данных, включая редактирование, кодирование, расшифровку и проверку данных. Шестой этап – это подготовка отчета и его презентация. Завершающий этап – процесс и результаты международных маркетинговых исследований завершается отчетом. Отчет может готовиться для заказчиков из разных стран и на разных языках. Третий вопрос – освобождение значительной части планеты от тоталитаризма, моральная победа демократических ценностей стимулировали огромный рост востребованности прикладных социальных и маркетинговых исследований. Понадобились авторитетные международные организации, которые защитили бы исследовательскую практику от опасности, неизбежно продолжаемых массовостью, прежде всего от опасности снижения исследовательских стандартов. К 90-м годам XX века ведущие исследовательские силы сосредоточились в СМР. Эта организация в полной мере переросла в европейские рамки. В 1997 году СМР была преобразована во Всемирную ассоциацию исследователей-профессионалов, сохранив, однако, в своем сокращенном названии прежнюю аббревиатуру, ставшую за 50 лет, столь привычную для мирового исследовательского сообщества. С точки зрения организации иностранного рынка можно выделить четыре группы маркетинговых исследований. Какие же они? Давайте рассмотрим. Общие и предварительные исследования. Исследования структуры и особенностей функционирования. Эксперименты и специальные исследования, председствующие созданию филиалов. Исследования первой группы проводятся в целях изучения возможного коммерческого интереса к стране или региону и определения в зависимости от результатов стратегии предприятия на внешнем рынке. Ко второй группе международных маркетинговых исследований относятся четыре типа анализа. Это какие? Среда, спросы, конкуренция и посредники. Реализация экспериментальных исследований обуславливает выделение групп сопоставимых субъектов рынка, создание для них соответствующей обстановки, контроль за изучаемыми переменами, определения значимости полученных в результате данных. Четвертую группу международных исследований в области маркетинга составляют исследования, касающиеся возможности создания за рубежом филиалов предприятия. Для того, чтобы стимулировать международные маркетинговые исследования, во многих странах предусмотрены меры, в результате которого государство берет на себя часть расходов на того рода исследования. Государство организует и финансирует специальные источники информации о внешних рынках, которые продают собранные или ими данные предприятия по доступной цене, что позволяет последним снижать свои общие издержки, связанные с международной деятельностью. На этом наша краткая лекция закончилась. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч!